У людей как делать рывок в толчок. Рывок это работа в дополнительном упражнении. Если ты мне не можешь показать сейчас классическую, правильную, тяжелоатлетическую тягу рывковую, как ты можешь рывковать? Подключился к сети. Если ты приседания не можешь не показать, то шланги все. Продолжай. Если ты можешь нагрузить, то мышцы эти не готовы вообще. Понимаете? Приседания. Какие шлангистские приседания? Я вам покажу тревюль приседания. Какие шлангистские? Шлангистские какие были? Последние. Вы понимаете разницу? Вот это все были приседания. Я показал паузлифтёрские, буддеблюдерские, лёгкоатлетические и шлангистские. Это же разные. Спина, угол разный в спине. Постановка ног, мышцы разные. Жопа работает, жопа не работает. То есть, да? Разные. То же самое в тягах. То же самое в тягах. И еще очень важно. Вот кажется, когда вы слушаете вот этот семинар, он кажется, что вы здесь все понимаете. Но вот отсюда, вот отсюда. Это уже 20 лет. Вот это самое тяжелое. Вы кажется, что здесь все понимаете. Все легко и просто. А когда я сижу с людьми, у меня обычно 30 человек в семинаре. У них сидят все вот это вот. Понимаете? Понимаете? Да, блин, понимаем, понимаем. Чего не закричуете? Да мы так все понимаем. Начинаем. 30 килограмм штангу, тяга, здоровый. По 20 килограмм машина. 30 килограмм штангу, тяга, берет. И не может сделать. Понимаешь? Не может сделать. Силы хватает. Не понимает. Тело свое не чувствует. И отсюда не может в мышцы передать. Ну, трудно перейти, наверное, о бодибилде или нормальной. К сути, к сути, как бы... Естественно, я все сразу спрашиваю. Чем до этого занимался? Я говорю, видно, что ты считаешь, чем ты занимался? Плавание. Трудно. Бодибилдинг, хрен сомнешь. Баврельф. Очень важно, чем до этого занимался, естественно. Естественно, все равно какое-то понимание должно в голове. В голове. Можно вопрос? Да. Как с помощью планирования? Как планировать? Ладно, теорет, достижения, спектр. Сижу в атлетике, это поднесло. What? С помощью вот как, в агенте, маленькая, большая линия делать себе, тренировки, средняя. Тренировки, что-то... Вообще или как вообще тренировки? Планирование? Да, планирование. Знаешь, я считаю, что вообще не надо ничего планировать. Вот нет вот этого, как вот Ширико любит рассказать, что ты личность какая-то. Я вот 20 лет занимаюсь, у меня отец 20 лет до этого занимался, 40 лет был. Мы за 40 лет никогда слово цикличность вообще не используем. Фокусируешься на проблемах. Понимаешь? Вот я вот делал, и многие штангисты делают рывок-толчок раз в 10 дней, или две недели. Классический рывок-толчок. Для чего? Чтобы понять, в чем проблема. Ты делаешь раз в 10 дней, или две недели рывок-толчок. Максимальный или в близких максимальный, или просто классический. Ты смотришь видео, и ты понимаешь, где твоя проблема. Если ты жопу поднимаешь быстро вверх в рывке, почему это происходит? Только всего две причины. У тебя или бедра недостаточно сильные, у тебя задняя поверхность и спина намного сильнее, чем бедра, или твои ноги недовосстановлены. Все. Ты понял проблему в рывке классическом и следующий, если не в две недели, ты хреначьи отправлен. Понимаешь? Потому что в результате штангисту нужно привести свою технику к идеалу. И с хреначьи, каждый день рывок-толчок смысла нет. Понимаешь? Нет смысла. Ты сильнее, а ты рывка-толчка не станешь. Очень важно то, что ты делаешь в зале, если тебе тренер пишет. Причем я говорю, что не важно, что ты делаешь в зале. Если тренер тебе пишет. Знаешь, что такое тяга из подставки? Под ноги ставишь, вот херный, да? Гляжи. Возвышение. Тяга из возвышения. Если ты снимаешь ее вот так, то это для людей. Понимаешь? Если так, то это для задней спины, если так, то для людей. У вас у всех 100% слабый бедр. Слабее, чем задняя поверхность и спина. У всех 100%. Тренер говорит. Всем давай. Каждый день 10 по 10. Тяга, рывковая сподставка. Для бедр. Тренер сказал. Ты детский человек. Ты начинаешь треначиться. Первый подход хорошо ты сделал. Первый подход. На последний уже вес, ближе к последний. Потом у тебя ноги устали. Ты сделал 5, на 6 у тебя там жопа пошла наверх. Что ты будешь делать? Ты закончишь, потому что тренер сказал 10 по 10. А зачем? Если тяжелая пошла наверх, что надо делать? Или разве убрать? Или вес меньше стоит? Ну вы же этого не делаете. Вы же продолжаете играть, потому что тренер сказал. А тренер, это такой же человек. Он тебя не знает. Ты только себя знаешь. Ты можешь себя контролировать. И он когда в зале, он может тебе сказать, хватит. А когда ты один, не просто половина из вас, ты даже больше половины занимаешься по одиночеству. Вы сами должны себя контролировать. Понимаете? Показать правильный тягу. А? Правильный тягу. Показать правильный тягу? А? Да. Значит. Правильный тягу? Правильный тягу, сейчас закончим? Я покажу. Значит, как я понял, не надо, как некоторые тренеры... Фокусироваться надо на технике. Если ты... Как планируешь? Если ты знаешь, что у тебя слабые бедра, ты надо фокусироваться на бедра. Естественно, ты не можешь столько хреначь, чем не бедра, потому что ты умрешь. Они должны восстанавливаться. Они должны иметь возможность восстановиться. Но все равно фокус должен быть на слабые бедра. Потом у тебя какие-то проблемы там с органами. Понимаешь, да? То есть ты вот так строишь на проблемах, потому что очень многие спортсмены, даже профессионалы. Вот ему нравится рывок, и он хреначен рывок. У него толчок вообще не получается, а он продолжает делать рывок. И то же самое у многих из вас. Вы не делаете то, что вам не нравится. Кто тренируется для того, чтобы выступать на соревнованиях? Кто тренируется для себя? В чем разница между первым и второй группой? Есть люди, которые тренируются в соревнованиях, а есть люди, которые тренируются для себя. В чем разница между этими? Мотивация равна. Можно позволить чего-то не делать. Люди, которые тренируются для себя. Что для вас тренировка? Что для вас тренировка? Удовольствие. Удовольствие. О, очень важно. Я именно утверждал это. Удовольствие. Если тебе тренинг скажет, так как у тебя слабые бедра, фокусируешься на тягах рывковых, на бедрах, это же не удовольствие. Это же плохота, и это неинтересное упражнение. Для всех, кто тренируется для себя, для вас, для всех, большой мотивацией служат большие килограммы. Один килограмм в рывке добавить, один килограмм добавить в приседаниях, неважно. Для вас вот это, для вас мотивация, это вас толкает и заставляет еще раз в зал приходить. Если у вас будет застой, у вас все, у вас депрессмяк. Да? Вы поэтому постоянно пытаетесь прыгать за этими весами, прыгать за этими большими килограммами, но это ни с чему хорошему не приводит. Если вы идете на большой вес, естественно, вы его будете поднимать с плохой техникой. Профессионал поднимает с хорошей техникой до 80%. 85% уже начинает техника портаться, и там 100 килограмм, только 100%, а техника уже вообще не очень. Если, например, смотри, как я-то поднимает, 246, да? Вы скажете, что за техника? Естественно, там очень много ошибок, там на носки свалился, кто не сделал, кто не сделал. Но это большие веса. И вы, когда смотрите YouTube, вы же не смотрите, как профессионалы поднимают маленький вес. Вам же интересно посмотреть, как они поднимают большой вес. Вы пытаетесь учиться по большим килограммам, что это видео вас мотивирует, это видео для вас крутое. Но это уже с ошибкой. Не может профессионал поднимать максимальный вес с хорошей техникой, это у профессионала. А у любителя еще процент меньше. Вот если у тебя рекорд в рывке 100 килограмм, и ты тренируешься больше, чем в 70-75 килограмм, у тебя техника будет херня. Но тебе же не интересно 75 килограмм работать. Потому что ты потренируешься для себя, тебе это удовольствие, тебе больше килограмм, хотя бы побольше. Хотя бы максимум, который возможно сегодня поднять. Но максимум, а от него толку нет. Опасно и результата нет. То же самое в тяге, в председании. Ты прешь и хочешь упадеть максимум, а от них толку нет. Большая верность травм получить и техника не та. Вот и все. Детей Леонид говорит, давай бедра качать. Ты начинаешь бедра качать, пошел на большой вес, или много подходов делаешь, у тебя уже все устало, ты уже прикрепил. Смысл об этой тяге, ты ее тянешь, у тебя есть проблемы с лабой бедра, а ты их не тренируешься. Ты в зал зачем пришел, ты сейчас зарплакал. И в этом-то и разница между любителем профессионалом и профессионалом, он фокусируется на определенных проблемах. Он пытается устранить эти проблемы, понимаешь? Он знает, что у него есть определенный интервал до соревнований, и он идет, идет, идет. Чем больше он этих проблемных мест закроет, тем лучше он быстрее. Там такая же история с психологией, такая же история с восстановлением, такая же история с фан-поддержкой, такая же история с техникой. Всякие позиции. На нее параллельно, и спортсмен на каждую из этих позиций работает. Везде он боюет, понимаешь? И чем это все больше соединиться, тем лучше будет работать. Если проживок, сколько килограмм тягах, какая должна быть? Правильно. Здесь нет такого, знаешь, почему? Я знаю одного человека, который приседал на груди 200 и толкал 200. Приседает на груди 200 и толкает 200. Понимаешь? На классик? Нет, классик. Приседает на груди 200 и толкает классически 200. И он не делал больше, он даже не пытался. На 10 килограмм должен тебе быть. Я думаю, что... Ну, смотри, у меня 285 на груди приседали. На раз. На раз. Это протяг. Ну, я тебе просто показатель говорю. Специально люблю 285. Нахрен мне нужны 285, если у меня толчок 200. Я эти 230 толка, когда я 250 на груди приседал. Я эти 230 толка, когда я 260 приседал. И эти 230 толка, когда я 260 приседал. То есть, все индивидуально. Нет каких-то таких критериев. Я уверен, что нет критериев. Это твои личные данные, твои персональные. Потому что вот все из вас сейчас, сейчас прям 100% из вас на 10-15 грамм в каждом упражнении готовы поднять больше. Вот вы физически на 15 килограмм сильнее, чем вы уже есть. Вот в поднятых килограммах уже зафиксируете. Почему вы не можете это поднять? Психология и неправильная техника. У вас неправильная техника, и психология отстает, поэтому вы не добираетесь. Что надо делать? Сейчас я просто договорю, я говорю, мне некоторые вещи очень важно сказать. И когда вы продолжаете хреначь упражнения на силу, и не фокусируетесь на тренировке головы, не пытаетесь исправить вашу технику, потому что вы двигательные навыки свои не тренируете. Потому что вы всегда идете на большой вес, и если тренировка мышц, вы тренируете еще не только силу и скорость, но вы тренируете еще мышечный память. У вас нет мышечной памяти, вы на нее не работаете. Вы всегда прыгаете за одну больше. Понимаете? У тебя уже есть потенциал, а ты его не пытаешься спрашивать. Ты пытаешься стать сильнее, ты там встал на 10 килограмм сильнее, а у тебя все равно 15 килограмм зависит. Вот это все. Ликер-таканин. Вы знаете, что это значит на 10% от тренировки? Техника имеет целую двигательные навыки с классическими упражнениями, а надо работать на маленьких весах. Сам же ты свой прогресс, сам свой прорыв именно в результате строишь дополнительные упражнения. Ты строишь свои мышцы именно в дополнительных упражнениях. Ты становишься сильнее в дополнительных упражнениях, и потом рывок толчок классический, это уже как следствие. То есть, ну, тренировка, как-то, это не имеет смысла, если там меньше, чем 10 килограмм. Почему они не имеют? Ты имеешь в виду классический рывок толчок? Даже потом упражнениях. Они считают по процентам от рывка и толчка, так сказать, не значит. Кто такой считает? Ты должен смотреть непосредственно, что ты способен сегодня. Если ты вчера с детками всю ночь пувыркался, и сегодня если у тебя тренер, приседания хорошие не выйдут. У тебя ноги мертвые. Тебе надо корректировать тренировку прямо под сегодня. А потом тебя прет, понимаешь? И тренер ловит, и он фокусируется на эту тренировку, и дает тебе больше килограмма. То есть и в первый день, и во второй, ты должен делать приседания правильно. Потому что если ты делаешь их неправильно, толку для классического упражнения от них не выйдет. Просто дурная сила от нее толку нет. Если человек делает какой-то бауэрлифтер, тягу рывковую 300, а для них это легко будет сделать, это не значит, что он хотя бы порвет 150. Я не играй потому, что он порвет даже 120. Потому что нет двигательного навыка. Протяжку сделают силовой, но это же не рывок, понимаешь? То же самое с вами происходит. То есть вы все готовите, 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 а мышцы, они понимают, что они техники не имеют, они зашли, как вылазят. Как вы думаете, что вы тревог на вечер? Улажно, сила пошла. На индикаторе пытается, чтобы исправить, пытается подавать, пытается что-то сделать более-менее с техникой. Чуть большой вес поставил, голова отключается, а генис начинает включаться в работу, всякая голова. Все, вот пошли автоматически. Поэтому я говорю, что ты должен организм переставить. Организм? Вот, например, что такое подрыв? За счет чего делается подрыв в рывке? Славка, не перебивай аппетит. А что готовишь? Подрыв. Организм сам делает автоматически, или вы его приправили? Он там, что ли? До фига. Автоматически. Автоматически. Если вы думаете, а подрыв, это легче, что вы делаете сами. Сами что происходит? Что за говно еще? Что это такое? Что это жребаше? Стангая должна заменить. Что немецкая еда. Если штангисты, то если чем близко ее тянет, бедра, опять не связаны. Все глядят кроссфитеры, живут все подряд. Или не толстые. Потому что у нее больше такая батина, советская школа. Они ближе под бедрами тянули. Они рвали за счет выпрямления. Современные штангисты, они больше вытащили. Разные просто техники. Нельзя сказать, что это правильный верх. И так поднимали мировой литвы. И так поднимали мировой литвы. Вот.